Всем привет дорогие друзья с вами the dog father и мы играем в век империи 3 азиатские династии а точнее мы начинаем прохождение кампании так смотрим видео думаю не стоит мне озвучивать так какие субтитры я как бы мог бы сейчас озвучить это ну это просто жесть какая-то перевод явно потрачено то желание право каждого мертвеца я бы могу давать больше монет все такое что это за перевод вообще не понимаю просто посмотрим видео объединитель японии умер короче как я понял умер правитель японии и кто-то собирает кланы пользуясь моментом и хочет вынести остатки воинов и занять престол я так понимаю ну что поехали замок для короля так еще одно видео жду когда можно будет играть но что-то не получается все сразу скажу что в азиатские династии я эти не играл я играл просто в each of empires 3 то есть в обычно не проходила эти DLC за японию китай там так что для меня это прохождение будет новинку первое собственно с механикой игры я знаком знаком еще с в each of empires 2 где монголами можно было бегать сносить всех сносить всех этих мифологи мне очень нравилось может быть пройдем и их кампанию там она очень интересная очень захватывающая что еще одно видео ищи союзников окружение в окружающих деревнях давайте сразу создадим побольше крестьян пустим их на еду то есть нам нужно больше еды чтобы было больше крестьян и воинов а потом мы уже начнем собирать и дерево и золото и все что угодно так давай сразу рынок сюда ставь потом куда бы его поставить наверно вот сюда и строите дома так чё же я хотел еще сказать а насчет сложности выбрал среднюю сложность так как я давно не играл и думаю на высоких показателях сложности мне не стоит играть так как меня вынесут ну по крайней мере игра затянется очень надолго я как бы могу выдержать высокий уровень сложности но это будет долгая игра очень поэтому лучше на средний на средних настройках сложности бери клад этот чем у нас тут давай работой арбайтон так метрополия посылает нам двух крестьян это хорошо какой-то скудный у нас выбор по моему можно будет каждый каждую миссию дополнять новыми картами насколько я помню то есть выбирать строить деку как она называется башни а это союзник я уже хотел выносить очень дополнительное задание уничтожьте лагерь ронина награда 500 единиц опыта 4 5 6 6 крестьян пойдут у меня на золото найди уже 10 так еще один клад давайте захватим по-быстрому тут уже враги на нас идут смотрите их немного я думаю наши парни быстро с ними разберутся они как бы знают что делать давай мочи и отлично не добились что ли ну вы даете давай еще 2 так здесь у нас 4 на подходе еще 2 сейчас будет 10 крестьян на золоте ну тут еще золото тоже есть точно за херня вообще шторм сильных ударов который длится в течение 10 секунд че у нас тут где война так давай ты сюда выдвигайся и собирай нам золото опа враг 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 сзади давайте давайте ребята смотри-ка давай иди по верху что у него уже попадает смотри они угомодные какие так выносим потихоньку казарму вот и наш христианин пришел что-то они как-то вяло здание эти выносят надо бы их обучить наверно так 10 на золоте есть давайте на дерево теперь так три шесть семь восемь девять десятый 100 зол 100 еды нужно давай 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 ну шестьдесят девять семьдесят девять восемьдесят четыре давай давай соточку мне 99 все так у нас нас выносят ты не понял где мой крестьянин где ты чеку благородный ты видел мою любимую японские шутки по ходу блин он убил моего крестьянина давай ты найду тогда а ты ты у меня будешь control 9 будешь строить мне всякие всякое дерьмо так здесь человек кого бы заказать давайте вот этих самураев так уничтожить городской центр блин они эти стены даже не могут нормально вынести по-быстрому так тут 10 а где упа надо обучить вернее изучить мы три самурая подошли надо бы построить так дерево не хватает то что такое какие-то они жесткие давай собираем быстрей нам надо быстро отстроиться и быстро вынести их пока они силы свои не накопили так сказать не понимаю откуда красный лезет снизу что ли вроде здесь река он как-то приходит в эту точку именно и нас начинает подшатывать так отлично собрали мы золото давай и к союзнику будешь там строить дома и все прочее так три самураи пять застрельщиков не хватает домов вот как раз ты у нас и построишь эти дома он еще и производит что-то так ребята стоять нельзя надо работать солнце еще высоко давайте ребята не расслабляемся работаем работаем вот эту херь что это такое отправляет рикшу риса пэдди и увеличенные сельские жители собирают норму что-то какая-то херня рикша какая-то с рисом не знаю так давай еще один дом наконец-то сломали давайте добивайте остатки стены ну чё самураев могу нанять нужно два как раз 3 4 7 будет и я по-моему троих еще заказал получается у меня 10 самураев должен получиться так давай ставь эту мельницу рисовую ты чё стоишь здесь давай работай ладно иди долбей дерево там кстати еще вклад этом сверху надо бы взять так 7 самураев и 5 застрельщиков еще три самурая должно подойти у нас будет вот они кстати все 10 самураев 5 застрельщиков сейчас еще пятерых застрельщиков создам и будет вообще зашибись так чё у нас тут бараки строит молодец уважаю так потихоньку улучшаем все все что можно вообще нам надо бы уже по-хорошему переходить во вторую эру ну чё-то я недостаточно ресурсов еще набрал так давай 4 застрельщика и один лучник у нас будете control 2 у нас будете control 1 так не хватает ресурсов на третью эру это чё за фигня что за вообще такое смотри а придурок ты чё пропускаешь их вроде башни есть и казарма чем ничего не построил никого не нанял почему мои солдаты должны рисковать своей жизнью ради твоего а босса нового поселения где защита нехорошо нехорошо говняков нанял блин давайте собирайте собирайте потихонечку так дети ребята идут все правильно давай строй башню и куда-нибудь наверно сюда бахни еще хотя может вообще не строить одной достаточно я думаю будет облезет что две башни мы ставите так это вообще слишком уже будет у меня у самого ни одной башни нет надо мне поставить они ему так вы отойдите сюда а вы подходите блин они все полудохнули ну ладно так у нас 10 самураев 20 застричков и 5 лучников давайте еще более не хватает домов домов не хватает иди сюда золото нет вот сюда на золото идите ребята в компанию не играл до этого но играл как бы в обычное сражение пару сражений сыграл чтобы как бы вообще вникнуть как играть кем играть но я имеется ввиду играл за японию играл за китай и за индию вообще просто по одному сражению а так залипал за францию французов вообще мне очень нравится французы то что у них там два форта и два завода можно вызвать вот у остальных кстати вот япония китай индия не вообще какие-то совсем другие в плане развития то есть я очень долго вообще искал как мне перейти в эру то есть у всех нормальных стран через городской центр это происходит а у них через крестьян то есть я тупо не видел этой иконки на крестьянах то что надо в эру переходить и когда уже все перешли к четвертой или к третьей ире не помню я еще в первый сидел чтобы вы понимали как я тупил сильно ничего выдвигаемся потихоньку я на снега перевод конечно вообще потраченный из потраченных так давайте ребята собирайте свое добро пока другой пока враги не собрали получено дополнительное задание постройки замок западной деревни хорошо будет вам замок в западной деревне вот ты как раз мне нужен и ты будешь настроить этот замок вонючий тогда вот сюда поставим его ребята будут охранять эту постройку пока ее не убили я так понимаю врагов надо ждать с востока справа либо с севера ну не уверен еще севера там дорога к это ведет вот видите приперся уже какой-то разведчик сейчас бы один вот он стоял бы и выносил потихоньку каждое здание так потому что у этого ублюдка ничего нет у него три крестьянина какие-то полудохлые полу живые так давайте вы достройте тогда нам надо перейти в ногу аэро ничего больше обучить нельзя вот этот бы клад взять но далеко тут что у нас древесина блин долго переходить наверное надо больше крестьян послать чтобы они строили соответственно быстрее перейдется в новую эпоху но не уверен насчет этого так тут чё у нас раненый тигр давайте интересно они справятся 3 всадника против 3 тигров чё там такое движение о нифигасе смотрю уже разбили их не понял чё ворота теперь не союзнические не и не вражеские я хотел их выносить ну ладно так давай дома 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 нужно больше домов очень дополнится задание уничтожить и заставы которые охраняют фермеров понял и чё это даст мне кроме 500 единиц опыта так ну давайте чё потихонечку вынесем каждую заставу построить удивление таким образом твоя армия может стареть получен дополнительный сын увидите какой перевод перевод временно вы получите ага понял понял используйте кастель для строительства и тогда возьмите борьбу к врагу что-то много врагов как-то надо их подсократить немножко то разгулялись на моей территории кстати я наверно могу даже предположить кто здесь главный злой персонаж будет ну или побочный злой какой-нибудь персонаж предатель вот этот вот да даймо мототеда рогатый потому что во вступительном ролике он так знаете у него такой голос был то есть озвучка такая злая он там оскорблял нашего главного героя типа добряка ну с конца это сейчас он типа с нами а потом он нас предаст наверное или убьет кого-то он того нашего учителя но я не знаю но скорее всего так оно и будет так давайте продолжим выносить эти поселения ну как я вовремя навел сюда наш вишневый сад собрали ребята че тут происходит это что такое я не понимаю почему почему ты никого не создаешь почему я должен защищать всех так давай вот этих вот кающихся всадников смотрите как жестко они нас убивают вот тварь попадает смотри да что такое там вот болей ну почему моего крестьянина ты хочешь убить ну вон сколько других еще вы стоите почему вы не убиваете их ребята ну так же нельзя это же война вот чё ты пришелся ну зачем объясню зачем ты убил моего селянина теперь придется нового создавать получим дополнительное задание освободите пленных лесорубов осаки ну вот тут на обороне сидите хотя пусть идут к нам я так понимаю пленные лесорубы это вот эти вот со звездочками конные отряды так давай control 9 теперь ты будешь строителем продолжай дело своего отца и достраиваете дома так городской чё городская рикша не знаю то что городской центр типа давай вот этих вот еще кавалеристов наймем и пусть они все вот здесь пророждаются и мы здесь же построен городской центр если это городской центр они какой-нибудь рисовое поле опять если чё наш крестьянин достроит все что надо так давай еще кавалерию вдруг опять припрется какой-нибудь мудак и нам начнет выносить все потихоньку дом за домом да 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 возьмите свою честь назад под моим знаменем давай собери этот клад у нас такое нехило уже войска я думаю уже можно не медлить и начать да это городской центр и начать выносить врага тем более видите наш союзник тоже там направил каких-то бомжей на помощь но не думаю что они как-то поспособствуют нашему продвижению но все же хоть какая-никакая но помощь так давай вот сюда строй вот это все так это что это у нас такое по настроил здесь смотрите давайте выносить стену давайте разделим вывод вот эту стену и вы эту как-нибудь смотря не толпятся они даже не могут пройти в этот узкий проход куда-то побежал что такое ладно пусть выносят как хотят так давайте нам еще кавалерии я думаю вот сейчас мы на создаем здесь этих лошадников еще девять человек прибудет и мы ими направимся на южную часть этого замка то есть эти с севера стоят а те будут с юга и будем с двух сторон их зажимать и выносить то ты смотри а не угомониться никак давайте ребята побыстрее побыстрее вынести эту стену наконец-таки и будем так вот теперь вы идете с юга обучим ребятишек наших блин мы только во второй эре это мне печалит надо бы конечно опять еще раз перейти в новую эпоху но что-то у меня сейчас по деньгам я думаю не хватит то и времени ничего тут переходить можно сейчас прям давануть до конца и миссия думаю будет выполнена уже играем как вы видите двадцать пять минут сверху справа и сложность также указаны средний чтобы вопросов не было у ни у кого так давайте давайте крестьян убивайте чтобы не не в ней отстроились я же знаю а вы рушите вот эти постройки чтобы он ничего не создавал так вы что стоите давайте на помощь в принципе это уже гг я так считаю то есть мы разрушили ему крепость мы уже вошли мы уже здесь все громим уничтожаем так у нас control 2 будете давайте выносите методично истреблять смотри живущий так дома 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 рынок потом городской центр вынести а вы дома выносите крестьян выносите башни щупо надо убрать я сначала ему разрушу все все просто городской центре я разрушу в конце то есть чтобы наверняка если истреблять то подчистую вы понимаете тирания рулит так в принципе я думаю назад у нас башня не не убьет то есть не истребить наше все войско не сможем это рушить все остальное давай перейди в четвертую эпоху то есть построить здание соответствующее то есть вот даже вот у этих японцев переход в эпоху по-другому происходит надо построить здание какое-то типа монумент цивилизованных как бы нормальных стран по германии там франции такой херни нет типа построить эльфовую башню чтобы перейти в новую эпоху надо просто накопить ресурсы выбрать какую-либо ветвь ветвь из двух возможных и переходишь спокойно никому не мешает так давайте 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 ребята выносите может здесь проход сделать доскачивает смотри козел строится теперь вы все control один одна большая жирная армия так учу тут стоите прохлаждаетесь нельзя так каждый китаец должен работать каждый японец должен работать во благо нашей восточной имперской имперской японской армии тогда добивайте добивайте отлично блин я не понял фирмы чё не до ломали что вы даете ребята давайте щегу над этот добить и так в пятую эпоху не могу перейти блин ну ладно давайте доломаем ворота в принципе я думаю они успеют как бы за минуты две это все сломать не надо стрелять городской центр ломайте ворота я же вам говорю ребята ну не надо тупить так блин ну вот почему они не сломали этот городской центр вообще же сопля осталось нет не допили печально печально дорогие товарищи печально давайте ломать его сторону достаточно было один раз пернуть а вы как-то и не пернули в его сторону даже не повернулись это что такое ладно потом разберемся ну все-все господин осаки приплыл еще и поселенцы там у него внутри сидят давайте добивайте всех убить отлично ну вот и все мы выполнили первую миссию спасибо что смотрели это видео так это что-то понял бесный кэми давайте откроем это что у нас открывает поколение . вот у святынь увеличивает давайте возьмем это по моему с фортами что-то связанное так тоже возьмем давайте построим у нас уже все добавилось нет не все кое-что убралось так вот это мне нужно а вот это мне не нужно ну все дорогие друзья спасибо что были с нами подписывайтесь на наш канал ставьте лайки так что всем спасибо всем пока спасибо